Две с половиной тысячи идей, ровно такое количество, подали казахстанцы на один из главных молодежных проектов страны ЖАСА. Его основная задача заключается в том, чтобы активно включить молодых творцов в общественную жизнь. Одним из участников данного проекта является 21-летняя Айдос Харжау из Каргалинского района. Молодой человек предлагает возродить парки в своем поселке, тем самым обратить внимание на эту проблему не только рядовых граждан, но и предпринимателей. Наша основная проблема – это проблема вандализма в поселке. Делаются парки, но они рушатся путем рук вандализмов. И эти вандалисты в основном являются молодежью. Я хочу сам придать пример молодежи, что нельзя делать вандализм, а наоборот нужно развивать свой поселок. Также я хочу придать пример другим остальным взрослым людям в поселке. Например, это предпринимателям. У нас тем более в поселке развит агробизнес, но благоустройство парков и аллей в поселке плохо. В рамках проекта молодые люди могут получить грант в размере до 610 тысяч тенге на реализацию своих инициатив. К участию допускались жители страны в возрасте от 14 до 28 лет. Всего из Актюбинской области около 100 ребят представили свои идеи. Однако прошли отбор 48. Теперь их ожидает большая работа вместе с менторами, которые будут работать с молодыми людьми в качестве тренеров и наставников, а также сопровождать этот проект до его полной реализации. Идеи, они разноплановые. У одних идеи, например, направлены на то, чтобы организовать детскую площадку. У кого-то идея направлена на решение какой-то экологической проблемы своего района. У кого-то идея креативного плана, то есть на развитие каких-то креативных идей. Каждым молодым группам будут прикреплены менторы, которые будут им помогать и способствовать, чтобы идеи были реализованы. То есть это будет огромная координационная работа, мотивирующая работа. То есть грант не просто так предоставили и пустили на самоотек. То есть эта работа полностью будет контролироваться и соответствующие мероприятия будут проводиться. К слову, для будущих менторов тоже был объявлен конкурс среди работников по делам молодежи. Для участия в нем было необходимо иметь опыт работы в сфере молодежной политики, молодежной работы, либо в проектах, направленных на обучение молодежи. При этом менторы будут не только работать молодыми людьми, но и учиться сами, участвуя в трехэтапном тренинге, который проходит с конца июля до конца сентября.